На большой перемене столовая июльской средней школы гудит как улей. Быстрее всех уплетают за уши семиклассники. Через три минуты им убегать на важный диктант. От волнения аппетит хороший. Женя Ломаев рассказывает, в школе питается раз в день, в обед. В отличие от малышей. Ученики с первого по пятый класс здесь еще получают бесплатные завтраки. А хотелось бы, чтобы еще и завтраки были? Это, я, конечно, если кто и не поест, это там остается, вот я и ем. Особенно по пятницам люблю. Мне дают рожки с кефтельками, рыбные запеканки, это тоже я люблю. Особенно крестьянский суп. С аппетитом проглотив горячий суп и второе, почти все семиклассники даже не притронулись к салатам, на что и обратили внимание народные контролеры. Нагоняй за то, что витамины остались на столе, получат преподаватели. Вот зашел в столу, и пацаны салат не едят, капустный. Это плохо. Вот сейчас, после этого урока, вот после этой столовой, зауч школы должен идти в этот класс и объяснять им пользу салата. Надо ориентироваться на простую пищу, но чтобы она была насыщенной энергетикой, чтобы детям хватало энергии бегать по коридорам, учиться в классах. О необходимости вести с подростками разъяснительную работу о полезных свойствах пищи говорили и в Италмазовской средней школе. Но основная задача народных контролеров была выявить нарушения законодательства и санитарно-эпидемиологических требований в сельских школьных столовых, а также промониторить условия, в которых питаются дети. Участники рейда оценили состояние обеденных залов, раздачи, кухни, наличие необходимых сертификатов, график питания, стоимость обедов. Обратили внимание и на зарплату кухонных работников. В целом в ходе рейда нарушение не зафиксировано. По результатам проверки будут сделаны рекомендации для других школ республики по организации эффективной и современной системы питания учащихся. Дмитрий Вороновнин, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». Продолжение следует... Продолжение следует...